Вот, Иван Иванович, вы скажите все-таки два слова о музыке Андрея Николаевича, как вам кажется? Жизнеспособна ли она? Как сегодня прошел концерт? Вы знаете, я познакомился... Чуть погромче. Я познакомился с Андреем Николаевичем благодаря сотрудничеству с Максимом Золотаренко. Он первооткрыватель, конечно. Иван Иванович, я сейчас хочу к этому обстоятельству, потому что открыть какие-то новые горизонты. И получилось так, что один из романцев был написан о существовании Андрея Николаевича в 79-м году. И почему-то у него такая сложилась судьба, что он до сих пор не был исполнен. И Андрей Николаевич попросил меня исполнить этот роман на стихе Ейни в переводе в русском. А я отыскал оригинал стихотворения Ейни, который ритмически совпадал с тем, что, так сказать, Андрей Николаевич. И, собственно, мы сейчас и исполнили этот роман и в немецком, и в русском варианте. Здорово. Ну, хорошо. А как вам, кажется, жизнеспособна такая линия современной экспозиторствовать? Ну, вы знаете, мне кажется, что в творчестве Андрея Николаевича слышны, так сказать, лодки и Бетховена, и Вивальди. Вот, собственно, а эта музыка, она вечно. Я надеюсь, что в творчестве Андрея Николаевича она тоже будет. Сейчас. А вы уже уходите? Нет, я хочу сделать небольшой анонс, если попадет в интернет. Попадет, конечно. Приглашаем всех на концерт под названием «Виланчель на все времена». Пилотное название, которое пройдет в четверг, 11 ноября 2021 года, в Большом зале Центрального дома ученых Российской Академии Наук. Вместе со мной, Евгением Прокошиным, в этом концерте примут участие симфонический состав оркестра «Кантус Фирму» с под управлением художественного руководителя и дирижера Александра Николаевича Кургина и созданный мною оркестр имени Петра Ивановича Юргенсона, первого профессионального крупного русского музыкального издателя, вот и печатника, чей юбилей отмечается в этом году. С концерта в честь юбилея которого я сегодня, собственно, прибыл, можно сказать, прибежал открытым текстом, вот по соседству. Значит, будет выступать праправнучка Петра Ивановича Анастасия Борисовна, президент благотворительного фонда Петр Юргенсон, хозяйка музыкальной гостиной Юргенсона, вот и всех, всех приглашаем, в том числе прозвучат произведения Петра Ивановича Чайковского, посвященные династии семейству Юргенсонов. Всех приглашаем 11 ноября. А в наличии имеются также разнообразные диски с записями вилончельной музыки, концертов и пьезы для вилончели с оркестром. Всех приглашаем. 11 ноября, Центральный дом ученых. Спасибо. Но с вас еще два слова об Антонюке, правильно? Да. Значит, музыка Андрея Николаевича, в своем творчестве Андрей Николаевич продолжает славную традицию. Об Антонюке два слова скажете потом, или вы убегаете? Простите. Хорошо. Славную традицию, которая идет в русской музыке, от Петра Ильича Чайковского, уже в 20 веке. Николай Яковлевич Микусковский, Сергей Сергеевич Прокофьев, которые и Рингольд Морицевич Глиер, кстати, которые продолжали традицию культуры русской музыки, в своем творчестве продолжает уже не только в 20 веке, но и в 20 веке. Наш дорогой, любимый Андрей Николаевич Антоневич. Андрей Николаевич в своем творчестве трижды участвовал в организованном и руководимом мною фестивале музыки современных композиторов для вилончели, который носит, кстати, славный имид Петра Иванович Юргер. Первого профессионального нотного издателя русского. Вот, собственно, я очень рад исполнять музыку Андрея Николаевича. Мы исполняли и сонаты для вилончели и фортепиано, его лично я исполнял с разными пианистами. Исполнял его пьесы. Одна из пьес, я польщон, что посвящена лично мне, Интермец, Дори Дори. Вот, с одной стороны, большая благодарность Максиму Вячеславовичу Золотаренко за ту деятельность, которую он ведет и в отношении творчества Андрея Николаевича, и в отношении творчества многих современных нам композиторов замечательно. И мы делаем, на самом деле, благое дело. А уж перед Андреем Николаевичем просто кланяемся. Ну, а как вам кажется, ведь это с большим опозданием открытая музыка? Вы знаете, что... 65 лет вот. 65 лет, что музыка Баха и музыка Вивальди была открыта после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Из-за юридических, налоговых проволочек, из-за всяких проволочек, там их родственников последующих. Сейчас, Марин. Но открыто уже... Марина, вы уходите два слова сказать, потом об Андреем Николаевичем скажете, потом, да? Все, спасибо. Уже открыто в середине 20-го столетия. Поэтому мы имеем большую честь и большое счастье сейчас исполнять для вас, уважаемая публика, произведение Андрея Николаевича Андрея Николаевича. Ура! Ура, спасибо. Ну, а как вам кажется, у него нет совсем трагических нот? Как вам кажется? Иван, он скажет. Вы знаете, допустим, 7 слов...